прикольно было бы посмотреть полный альбом картинок вот этих но вначале я помню тут шарился пола по лагерю вроде как побриться зашел потом посмотрел что где и вообще озвучка поверх уже записанного видео я думаю лучше всего подходит для миссии где перестрелка и диалоги одновременно и тут надо попробовать записать серию одновременно с озвучкой и геймплей но без прохождения какой-то миссии может какие-то ресурсы или охоту подобывать что-нибудь зарос и 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 ин definit口 и ч и и он и тут не припасов ничего нет в общем лагере пусто какой-то обрывок газеты со статьей о первом ограблении банка 5000 долларов боеприпасы это короче где артура палатка там боеприпасы пожертвовать лагерю мясник провиант и медикаменты доброе утречко подумал пожертвовать все бижутерии все это барахло утречко и и и и и и и и тут я так и не понял неужели ничего другого сумки нет 29 долларов неплохо Хавьер Эскуэлла, это он в Валентайне. Что в дело? Я думал, ты будешь рада спуститься с той горы. Не знаю. В последнее время ты сама не своя. Ах, не знаю. Я не хочу про это говорить. Какая-то книга. Существование и забвение. Николай Федоров. Тебе что-то нужно? Доброе утро, Артур. Все в порядке, дача. Тепло, сухо и никто по мне не стреляет. Прогресс налицо. В самом деле. Овсяное печенье дал. Печенье дал, а в лагерь пожертвовать ничего не было в сумке. Да, все в порядке, дача. Да, все в порядке, дача. Да. Ты не хорошо, дача. Дядюшка, эй, смотри, не перетруднись, дядюшка. Я тут размышлял, а это доход со временем, значит, люди тут воруют, лгут, убивают, борются за выживание, а ты днями напролет размышляешь. Живем в страшном мире, Артур Морган. Хочешь, съездим в город? Присмотрим там что-нибудь. Давай, у меня как раз там дело. Давай, иди посмотри. Приготовь лошадей. Раз уж ты берешь старика в город, может ты нас с собой возьмешь? А какие у вас планы? Никаких. Мы подыщем там какую-нибудь работу, как всегда. Мы тут умираем со скуки. Карен уже готова убить Гримши. Ну а мисс Гримша вас не хватится? А мисс Гримша нас не хватится? Что с тобой, Артур? И здоровые женщины просят тебя помочь, а ты заставляешь их работать. Поехали. Ну ладно, уговорили. Залезайте. Поверить не могу, что мы снова увидим цивилизацию. Кажется, будто… Валентайн. Там о воплощении цивилизации. Вам да, мы там понравится. Ну ладно, поехали. Так, через эту рощу и потом налево. Поехали. Тут они вроде петь будут по дороге, но петь я вряд ли буду. Да и тяжело будет быстро это все читать. Да, мы спойте для нас. И там какая-то распутная девица. Пускай поют без озвучки. Теперь всем! У меня нет. Ты только посмотри на этот дирижанс. А, черт, лошади, чертовы лошади, кто-нибудь из вас поймает ему лошади? У меня ломбага, это очень серьезно, ладно, я пойду посмотрю. Он же старик, ломбага, да неужто? Что за ломбага, я так и не понял. С вами все в порядке? Вы не могли бы мне помочь сходить за второй моей лошадью? Ладно, я помогу, спасибо вам, вон та белая. Мы в тебя верим, Артур. Спокойно, спокойно, все в порядке. Ты хороший человек, Артур. Да, все получилось, отличная работа, Артур. Вот, держи. Вы настоящий джентльмен, сэр? На самом деле нет, я просто пытался произвести впечатление на женщин. Ну, все равно спасибо. Ну, поехали. Валентайн. Артур, да ты превращаешься в настоящую, добрую фею. И как это понимать? Так, что у тебя доброе сердце. Возможно, оно маленькое, глубоко спрятано, но оно есть. А у тебя нет мерзкий старый варан. Да и у них тоже есть сердце. Ну, Артур, я тобой горжусь. Сказать по правде, если бы не вы, то я, наверное, ограбил бы его. Ну, ведь не ограбил? Чувствуете? Чувствуете, как овцами пахнет? Или это от дядюшки? Очень смешно. С виду, вполне приличный городок. Другие люди, наконец-то. Смотрите, сколько снега в горах. Вот куда я бы не хотела вернуться. Может, надо было предложить Молли? Нет, мисс Оши теперь якшается с такой чернью, как мы, не якшается. И не утруждает себя работой. Теперь у нас светская леди. Ладно, дамы. Оглянитесь по сторонам. Посмотрите, что у нас тут. Здесь налево поедем по главной улице. Участок шерифа. Справа. Там наверняка найдется работенка для тебя, Артур. А то, не дай бог, еще что-нибудь придется. Это забава для молодых. О да, здесь есть где поразвлечься. Только помните, не выделяться. А ты сам-то запомнишь, Артур? Скорее всего, нет. Давай остановимся в конце улицы. Возле конюшни. Ну вот, как я и говорил, культурный центр цивилизации. Человек во всем его величии. Дядюшка. Что будем делать? Мы поступим так, как подобает любому уважающемуся мужику. Дойдем. Женщин, с удовольствием. Начнем отсюда. Хорошо, только не лезьте на рожон. А мне надо пойти кое-что прикупить. В общем, как закончите, встретимся в магазине. Идемте, дамы. Значит, ты так себя видишь, да? Маньяком? Ну, в юности меня назывались стрелок на разок. Ладно, я даже ничего спрашивать не буду. Ты жалкий человек, Артур Морган. Но я знаю, что ты любишь меня. Сей душой. Ты мой любимый паразит. Хотя нет, глисты мой любимый паразит. Ты на втором месте. Очень смешно. Нет, я соврал. Глисты. Больные чумой крысы. А потом ты. Заткнись. Вот это место. Идем. Доброе утро. Так что тебе нужно? Для начала чуток виски, чтобы скоротать время, пока будем ждать женщин. Всегда думаешь наперед. У тебя усталый вид, Артур. Может, купишь кофе, пока мы здесь? Если будут вопросы, обращайтесь. Виски на верхней полке, рядом с дверью. Ну и тут я решил пошариться. Тебе ничего не надо, Артур? Не знаю. Может быть. Денег-то не особо много, чтобы разгуляться. Каталог. Ты в какой-то веке что-то покупаешь? Ты не заболел? Вот видите, молодежь теперь совсем не уважает старших. Что скажешь? Баранина или колбаса? У нас артурческий город. Наша баранина лучшая в округе. Теперь понятно, почему так пахнет. Выдержанный вкус. Не успел прочитать, что там выдержанное что-то. Все, большое спасибо. Вполне сгодится. Да, это хорошие виски. Думаю, достаточно. Подождем их снаружи. Печенье, сорти, хлеб, крекеры, овсяное печенье. Овсяное самое крутое, что ли. Конфеты, кофе. Молотый кофе купил. Тонинг для волос. Всякое барахло, да еще наполовину продано. А у меня всего 58 долларов. Маловато. Тонинг для волос. Молос. 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 Продолжение следует... Всего хорошего, ребята. Ну, ваше здоровье, сэр. Еще выпьем за то, что убрали с той горы, безусловно. Забавно устроен этот мир. Знаешь, представлял себе богатая... Джентльмены, кажется, я узнала что-то интересное. Я пробралась в этот роскошный дом и притворилась служанкой. Обычно это срабатывает. Какая-то женщина сказала, что ее сестра отправляется из Нью-Йорка поездом. Богатые туристы едут на поезд из Сен-Дени, а оттуда в Бразилию. Но вот поезд нагружен багажом, и ночью он проходит через безлюдные места, чтобы прибыть в порт Приливу. Через какое-то место... Да-да, это совсем рядом с Нью-Ганновером. Вероятно, тихое место. Неплохо. Где Тилли? Кажется, в гостинице. С каким-то... глухим. Хочет его ограбить. Почему? Что-то их давно нет. Пожалуй, проверю. Как у них там дела? Ой. А вот Тилли. Похоже, все пошло не слишком гладко. Прошу прощения. Тилли, ты думала, что я тебя... Иди поцелуй хоть жабу. А ну, отвали. Я слишком долго тебя искал. Теперь ты попалась. Не трогай ее. Ты кто? Мой друг. Отвали от нее, сукин ты сын. Эй, полегче. Я не хочу проблем. Если не свалишь прямо сейчас, они у тебя будут. Ты совершаешь большую ошибку, Тилли Джексон. Проваливай. Я с тобой еще поговорю. Подожди вместе с Мэри Бетт и дядюшка. Они на другой стороне улицы. Хорошо, спасибо, Артур. Я пойду в гостиницу, узнаю, как там Карен. Сэр, могу вам чем-то помочь? Я делаю все, что могу. А вы, а? Сэр, воспользуйтесь своей силой. Помогите слабым. Что-то какую-то ерунду мелет, мужик. Надо будет подойти и узнать, что он хочет. Я ищу девушку, которая пришла сюда с одним пьяным типом. Ей на вид 20 с чем-то, светловолосые. Вы бы запомнили. Да, они наверху, в доме 2Б. А вы и его друг, и ее друг. Только без драк, пожалуйста. Уйди от меня. Я деньги заплатил, а я с тобой получу его. Эй, а ты кто? Ее друг. Убирайся, приятель. Я ей заплатил. За то, что ты... Скотина. Иди сюда. Все, вырубил. Что ты тут вытворяешь? Пытаюсь его обдурить. Не очень успешно. Ты в порядке? Да. Уверена? Да, это ерунда. Беспокоиться не о чем. Таковы мужчины, но... Этот кретин. Этот кретин расхваливал банк. Банк? Да, я знаю, что на банке в маленьких городах не стоит тратить время, но... Тут торгуют с котом. Иногда тут бывает куча денег. Хорошо. Разузнай об этом поподробнее. Хорошо. Я надеюсь, что все обошлось. После вас. Спасибо, Артур. Мне не нравится, когда мне спасают, но... Иногда это нужно. Никогда не надо. Артур ударил его гораздо. Жестче. Да, Артур. Что это за человек? Это же вы были в Блокотре? Я? Нет, сэр. Нет, это же вы были. Я видел вас. Это точно вы. Я? Нет, это невозможно. И, приятель, подойди-ка на минутку. Я видел вас. Ну-ка. Тебе это не нравится? Мне тоже. Отведи девушек домой, а я перекинусь с ловцом. С нашим другом. Всего пару слов. Эй, это моя лошадь. Я тебе ее верну. Не приближайся ко мне. А ну, вертись. Всех позбивал напрочь. Мужика сбил. Куриць затоптал. Лошадь украл. Я, по-моему, ее не вернул. Давай, пошла. Помогите кто-нибудь. Вы должны мне помочь. Почему ты распускаешь слухи обо мне? Нет, нет, дружище, а я ошибся. Я сильно ошибся. А теперь, пожалуйста, помоги мне. Я никогда не был в Блэк Уотере. Тогда почему ты меня преследуешь? У меня такое лицо, что меня всегда путают с другим. Да-да, меня тоже. Вытащи меня, пожалуйста. Я вас уболяю. Ладно, давай-ка. Вы в порядке? Нет. Не в порядке. Я ходячая развалина. Ну, вы живы? Что есть, то есть. Джимми Брукс. Джимми Брукс. Я думаю, будет лучше для нас обоих, если мы притворимся, что ничего этого не было. Я согласен. Вы спасли мне жизнь. Вы хороший человек, а я... Вот. Хотите ручку? Это новое из стали. Вы очень добры. Но я не хороший человек. Но я совсем не хороший человек, Джимми Брукс. Большую часть времени. Понимаете? Я был в Блэк Уотере. Я убиваю людей. Может, и вас стоило убить? Не лучше бы мне было убить и вас, Джимми Брукс? Меня? Я вас не видел. Не сейчас, не когда-либо. Мы друг друга поняли? Конечно. Джимми Брукс. Я это запомню. У меня хорошая память. А у меня ужасная. Дырявая башка. Ни капли разума в старом котелке. Давай. Давай. Хорошего вам дня, сэр. Вот так вот. Джимми Брукс. Ну и тут осталось до лагеря доехать. Тут я заметил какое-то растение. Дикая морковь. Думаю, нарву. Потом похлебку какую-нибудь сделаю. Короче, три кустика сорвал. А лошадь забыл вернуть мужику. Уже окей, герл, значит, это уже не конь, а лошадь. Не надо тебе тут разгуливать, друг. Здесь всем распоряжаются адрисковый, понял? Да, вот так. Танцуй отсюда. Мы оставим пулю лично для тебя. Просто обращай внимание. И тут я подумал, надо избавиться. Ну все, тебе крышка. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Интересно, эта лошадь так и останется? Вроде как сохранился, потом останется в лагере или нет? Лошадь все-таки ценная штука на Диком Западе Изучить он Рысак Буланная скаковая Эй, Артур! Здравствуй, Артур! Вот, держи! А я спать В общем, надо попробовать записать серию Без вот этой поверхностной озвучки После записи Без плохого Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok